книга открытым оком тема смерть том 30 вопрос 4059 в криминальной хронике много пишут об убийстве стариков которые сами же открыли двери своих квартир кто бы им не позвонил как оградиться от этой напасти и как поступили в таком случае святые живи они в городе отвечает игнари тихонович лапкин старики услышали из-за двери что пришли из собеса или из другой организации которую они жаждали иметь у себя в доме особенно если дело касается пенсии участкового врача тут все двери нараспашку к последнему вздоху под ударом топора по черепу от раскольникова значит очень уж разделили этих субъектов и получили желаемое удивляться приходится только одному почему же это не случилось много раньше поставьте себе правило никогда не открывать без молитвы а прежде всего готовьтесь к смерти чтобы не согрешить ни делом ни языком книга серахова 8 39 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь вот образец того как поступали святые когда точно не знали кто же пришел к ним житие святого филиппа андорского память 14 ноября дьявол в образе монаха стучит к нему в дверь филипп говорит ему сотвори молитву дьявол читает ясно и четко как отлично знающий содержание молитве и ныне и пресно и вовеки эту молитву с ее начала должен читать приходящие за двери так слава отцу и сыну и святому духу а вторую часть этой молитве принимающий гости филипп трижды просил читать молитву сначала как положено но безуспешно тогда он говорит пришедшему к нему через дверь ясно четко и громко читай за мной так слава отцу и сыну и святому духу дьявол не смог вымолвить этих сакральных и убийственных для него слов и тут же исчез а теперь вместо дьявола подставьте мысли на того кто пришел по воле этого же самого дьявола чтобы убить пенсионера до сначала созвониться нужно с родственниками рассказать им о деле кто мне недавно стучится ко мне недавно стучится рано утром верующий человек я через дверь не открывая ему прошу прочесть молитву и вопрошаю после молитвы кто же это чтобы и по голосу еще узнать а если и тогда не узнал прошу выйти на улицу и встать пред окном чтобы я хорошо его рассмотрел а потом переспрошу через дверь же один ли он пришел или с кем при том если солнце уже коснулась горизонта то ко мне можешь не приходить ты никогда уже ко мне не проникнешь так вот этот брат хорошо знающий меня когда я ему от отпер дверь то он даже еще не перекрестился не сделал положенных трех поклонов с иисусовой молитвой а прямо сразу же с вызовом и дерзко а меня не надо испытывать когда затем он помолился сказал мир дому всему тогда я ему стал разъяснять его поступок я сказал я златоуст утверждает что смирение есть мать всех добродетелей а дерзость мать всех пороков я спросил тебя по правилу наших отцов а ты уже за дверью завелся и какая-то сила раздирал тебя настолько что ты даже молитву не успев совершить тут же дерзко так и с вызовом бросаешь мне свои негодные слова зачем тебе не нравится разве наша дружба если я буду поступать опрометчиво то меня не будет меня убьют как соседку два года назад если ты так будешь дерзко разговаривать то я сразу же увижу что это и есть ады что это и есть от демона ибо сразу же его распознал 2 коринфянам 211 чтобы не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы филиппу андорскому демон не отвечал так грубо и вызывающий дерзко но скромно читал молитву хотя и говорил вторую часть словословия которую он не которую не он должен учитывать а ты отвечаешь более дерзко чем тот поджиду хорошо ли это исайя 58 4 вот вы поститесь для ссоры распри для того чтобы дерзкую руку убить других вы не поститесь в это время так чтобы голос ваш был услышан на высоте серахово 10 23 боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах домоправителям а меня господь назначил до вовремя кормлю послушных слуг и вас и всех и никого иначе о том в евангелии высказано вслух кормить но чем из-за кромов пустых ни первым ни последним не подали уперлись в бисер девства и в посты и так идет из самой дальней дали монахи перли в жуткое бесплодие со зверем диким запросто братались равноапостольным восстанет князь володя благоукрасят церковь храм сусальный кормежка шла обычно через уши от слышания вера в сердце зарождалась порядок входа в церковь был порушен о том скоробеть и погружаться в жалость некорменный голодный агрессивный люд рванулся в церковь ожидая льготы на должности обеды из десятка блюд раздолье карьеристом аферистом подлым кормились все от царского стола и не христианин был грозный константин апостольские миски вылежут дотла на истинную проповедь строжайший карантин представим мысленно что рядом павел мы по посланиям его ведем расклад куда апостола синклид святой отправит на всех дорогах ждал бы понти и пилат кормить овец заморенных непросто когда разбойники попы в кошарах сторожа они на митру выше павла ростом и от прелюбодеев позволят лишь позволят лишь рожать что на столах заблеванных в тарелках патриархийный волк сумел сварганить не по евангелию крестят в чашки мелкой и к чаше скопом допуск всем поганым 8 ноября 2008 год игнатий лапкин